Добро пожаловать, мои хорошие! Меня зовут Алексей, и сегодня у нас новая страшилка, которая стоит 200 рублей и напоминает бюджетную версию 5 ночей с Фредди. Так иначе, в стиме у него только один отзыв, и он негативный. Но давайте разбираться, и в общем, похоже, будет весело. В начале небольшое вступление, в общем, я забегая вперед скажу, что будем играть за мальчика, который должен спасаться от разных страшилок, которые пытаются пробраться к нему в комнату. Давайте дождемся уже начала, и, в общем, пытаемся выжить. Первая ночь. It's time to go sleep. Время идти спать. Ага. Давай уже. О, неужели? Ребят, так, у вас получается есть, в общем, наш рассудок, есть таймер, и нужно продержаться до ночи. Опять же, в начале небольшое обучение, вот, и можно по звукам послушать двери слева, двери справа, но так иначе можно просто озираться и не заморачиваться. Так иначе, давайте уже начнем. В общем, в нашей комнате просто куча дверей, и нужно постоянно вращать башкой. Нас пытаются, в общем, напугать, и мы должны запирать двери, не пуская монстров в нашу комнату. Но, так иначе, бывает, местами прорывается какой-то клоун, вот, и ничего от него, в общем, поделать мы не можем. Поэтому будут скримеры, будет нас постоянно пугать, и, в общем, давайте пытаться выживать. Да уж, у нас постоянно теряется рассудок, нас пытаются вывести из себя, и, типа, говорят, иди, братан, поспи. Ага. О, давайте дождемся. Получается, монстр должен дойти до двери, тогда сможем ее закрыть и не пустить эту тварь в наш мир. О, неужели? Фуф, бляха, да уж, они пытаются прорваться с разных сторон. Немного странная комната, очень много дверей, но пока вроде живы, и уже 61% нашего рассудка. Опять же, клоун постоянно прорывается, ничего с этим поделать, похоже, нельзя, но давайте пытаться выживать и надеяться на лучшее. О, хорош. А, это страшилка. Уже продержались, ребят, один час, но, в общем, рассудок постоянно падает, и, в общем, не знаю, пытаемся. О, это страшилка, учхудук и триколатка. Ха-ха-ха, постоянно пугает. Разумеется, на монтаже звук поправлю, поэтому для вас ничего такого пугающего, я думаю, не будет. Ну, то есть, там резких звуков, разумеется, нету. Хорошо. Очень много дверей, немного странная комната, и можно, похоже, спрятаться в шкафу, и нас банально не смогут найти. Давайте постоянно вращать головой, подпускаем монстра поближе и запираем дверь. Это и не пройдешь, и ты, наверное, можешь. Фу, бляха, очень мало остается у нас, получается, рассудка. Я, в общем, не совсем понимаю, потому что продержались буквально два часа, и становится обстановка все хуже. Ой, здорово, и пока. Пугает и пугает, уболюдок. Ага, смотри. Ну, то есть, по идее, задумка неплохая. Вот остается поработать над балансом, потому что, видишь, мы продержались буквально пару часов, уже остается буквально там 9% нашего рассудка, и до утра, похоже, я не доживу. Ага, давай на шару. Постоянно вращаем головой, и звуки даже можно не слушать. В отличие от того же 5 на 6 Фредди, да? Где нужно постоянно прислушиваться, и рассудок мы полностью теряем. В общем, ждем монстра, который нас напугает, и на этом, похоже, мы и полномочия все. Рашилка. Слева, похоже. Рашилка. Потрачено. Начинаем по новой. Начинаем по новой. Очень жаль, что разработчик не заморочился с балансом. Опять же, нас постоянно тратится наше хорошее самочувствие, так скажем. И ничего с этим поделать нельзя. Клоун постоянно прорывается, я даже не знаю, как его остановить. И судя по тому, что пишет чувак в негативном отзыве, он тоже очень недоволен. Вот опять же, мы противника не пропустили, и у нас все равно рассудок падает. Возможно, знаешь, это нормальная тема, когда ты противника не пропускаешь. У тебя должно хватить рассудка, да, в общем, чтобы пережить ночь. Ну вот, а что делать с клоуном, пока непонятно, потому что он постоянно прорывается. Вот, я вижу противника, хорошо. Запираем двери и надеемся на лучшее. Давай, мы хорошие. Опять же, как по мне, она стоит 200 рублей, но при условии, что ее можно пройти, да, потому что пройти ее, похоже, нельзя. Постанавливался клоун, будет выматывать, и, в общем, до утра вы не доживете. Жаль, конечно, этого добряка. Хорошо, братан, здорово. О, страшилка. Как в песне «Закрой для них свою дверь». Есть такое, продолжаем. О, это страшный. Да уж, рассудка остается еще больше половины, поэтому надеемся на лучшее. О, да уж, разные твари, при этом оптимизация хорошая, потому что буквально там, в общем, небольшая комната, пару шкафов, да, какие-то детские игрушки, и пока непонятно, чем занимаются родители данного мальчика, потому что творится полнующее безумие, мы попадаем в какой-то астрал, вот, и твари пытаются прорваться с разных сторон. Остановитесь! И, кстати, чувак в комментариях писал, ну, в Стиме, да, что бывает такое, твари, бывает, лезут сразу с разных сторон, и ничего поделать ты не можешь, потому что тебе нужно не просто запереть дверь, а также ее постоянно удерживать. Давай, мой хороший. О, ну, опять же, уже меньше половины нашего рассудка, поэтому пока не ясно, чем это закончится, и, надеюсь, сможем продержаться. Пошел ты нахер, сраный клоун. Давай. О, подходит поближе. По идее, геймплей очень простой, знаешь, вращаешь головой, закрываешь двери, и не пускаешь этих тварей. Но вот клоун постоянно выматывает ваши чувства, так скажем, поэтому... Вот же страшное дерьмо! Ха-ха! Напугал да усеру! О, давай, мой хороший. Хе-хе, давай, до свидания! Ох, очень мало рассудка остается, поэтому, похоже, опять будет потрачено. Уже продержались пять часов, хорош. Вот, и, надеюсь... Да что надеюсь-то? Не, можем, 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 по идее, постараться. Вот, и раза сотого авось пройдем, да? Ну, вот так, клоун постоянно появляется, и очень сильно, скажем так, выматывает здравый смысл, да, у нашего парня, поэтому... О, давай. Ага, пока живы, и, надеюсь, на лучшее. Я не знаю, до какого часа нужно продержаться, но так иначе... Так, показывай. Хорошо, вижу, братан, давай. Ой, это страшный клоун. Хе-хе-хе, давай. О, хорош. Налево, направо, вижу. Девять процентов остается, мы уже с вами продержались до четырех часов, и... А, она слышала, она на уменьшение идет, то есть, получается, три, два, один и так далее, но у нас не хватит рассудка, потому что уже остается очень мало, и, похоже, опять будет потрачено. Ага, давай, налево, направо. Ра-а-а, страшилка. Хе-хе-хе. Уф, да уж, хорош. О, потрачено. Уже ноль, а рассудка я не могу вращать головой, и ничего поделать уже не можем. Лак-лак-лак-лак-лак. Давайте посмотрим, опять скример похоже. Ой. Хе, здрасте. Там справа, похоже, ломится. Ага, давай. Но при этом головой вращать я уже не могу. Ой, там справа палева. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Клоуняра поганый. Лак-лак-лак-лак. Давайте, мои хорошие, заканчивать уже видео. Не вижу смысла его снимать дольше. Опять же, баланс немного сломан, но, как по мне, проект очень классный и стоит дешево. Опять же, если довести до ума, то почему бы и нет? Так иначе, пишите ваше мнение в комментариях. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому жмакайте большой палец вверх. Также есть группа ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok